Добрый день! Поступил вопрос относительно наркозависимых и, собственно, и лечения, и о таких юридических моментах. Итак, можно ли наркозависимым в период ремиссии использовать бензодиазепиновые транквилизаторы для оккупирования тревожности? Суть вопроса понятна. Дело в том, что бензодиазепиновые транквилизаторы сами по себе могут вызывать привыкание и зависимость. Естественно, если человек имел зависимость или имеет зависимость как диагноз, как заболевание, то риск развития зависимости от бензодиазепинов у него, безусловно, выше, чем в среднем по популяции. Так можно ли наркозависимым в ремиссии использовать транквилизаторы? Да, можно. Который может потенциально вызвать зависимость. Вопрос в том, как этот препарат используется. Действительно, бензодиазепиновые транквилизаторы наркоманы, как правило, очень любят. Их любят и героиновые наркоманы, их любят и те, кто сидит на стимуляторах. Именно в силу того, что транквилизаторы наибольшей степени, а бензодиазепиновый транквилизатор из разрешенных препаратов наибольшей степени коррелирует с теми средствами, которые используют наркоманы для получения эйфории, кайфа. Здесь все упирается в то, соблюдает ли наркозависимый, либо наркозависимый, находящийся в ремиссии, схему приема препарата. Если транквилизатор используется, бензодиазепиновый транквилизатор, используется 2-3 раза в неделю в терапевтических дозировках для оккупирования панических атак, либо он используется короткими циклами до 10-14 дней с прерывами хотя бы в 2, а лучше 4 недели, то никаких проблем у наркозависимого с ним не возникнет. Другое дело, что наркозависимому гораздо сложнее удерживаться в этих рамках. То есть всегда есть тенденция к тому, чтобы нарастить дозировку, увеличить количество приемов, ничего, еще одну недельку, еще одну, еще одну, ну и потом, соответственно, возникают проблемы. Поэтому если мы говорим о использовании транквилизатора строго в терапевтических дозах и строго по лечебной схеме, то можно. Если за эту схему, за эти дозировки человек начинает вылезать, то, конечно, транквилизаторы ему использовать вообще нельзя. Потому что он на них просто пересядет с того наркотика, на котором вы. И второй вопрос. Можно и нужно ли сообщать врачам в госбольницах об употреблении психоактивных веществ? Ну, естественно, если вы лечитесь, да, если вы ложитесь на операцию, если вы знаете, что вы употребляли, там, я не знаю, героин, да, долго, что у вас резистентность 2 грамма героина в сутки, то понятно, если вы не сообщите об этом анестезиологу, то проблемы с вашей анестезией будут колоссальны. Понятно, что наркоман, особенно тот, который имеет уже системное употребление или имел системное употребление, имеет высокую резистентность к тем или иным препаратам, он является проблемным пациентом для любого анестезиолога. Это если мы говорим про хирургию. Очевидно, что использование системное, особенно использование наркотиков, влияет и на физическое здоровье, поэтому если врач не имеет информации о том, что вы употребляли и как вы употребляли, ему гораздо сложнее подобрать адекватную схему терапии любого заболевания, будь то кардиология, гастронтерология, эндокринология, урология, да что угодно. Говорить или не говорить? Естественно, как врач, как человек, который занимается терапией, я должен сказать, что да, безусловно, говорить. Вопрос в том, что вот в госбольнице говорить об употреблении прав или нет. Теоретически, теоретически, на это должен распространяться закон о защите персональных данных, закон о врачебной тайне. Но, де-факто, конечно, никто, к сожалению, не даст вам стопроцентной гарантии, что эти данные никуда потом не уйдут. Поэтому, если речь идет, конечно, о жизни и смерти, то да, говорить, невзирая ни на что. Если речь идет о обследовании в рамках каких-то там незначительных вмешательств, да, или незначительной терапии, незначительных проблемах, то, ну, сравнивайте риски, насколько для вас это опасно, разглашение этой информации. К сожалению, как я сказал, стопроцентной гарантии сохранности, конфиденциальности вам никто дать не сможет. Ну, либо ищите те места, где вы можете быть абсолютно уверены в том, что ваши сведения не разгласят. Вот то, что я могу ответить на данные вопросы. Дополнительную информацию вы можете найти на нашем сайте меднаука.нт, на нашем канале, на портале youtube.com. Всего вам хорошего, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok